С доктором Лицкой центральной районной поликлиники Татьяной Семеновой знакомы многие пациенты этого учреждения. Восемь лет Татьяна Игоревна работала здесь врачом общей практики. Последние полтора года занимает должность заведующей одного из отделений общей врачебной практики. Он включает в себя 10 участков, в том числе два сельских. На них обслуживается более 15,5 тысяч жителей Литчины. За день Татьяна Семенова принимает до 50 человек. Помимо этого в ее обязанности входит и административная работа. Однако такой ритм жизни Татьяну Игоревну ничуть не тяготит. Потому что профессию свою она любит и помогать людям ей в радость. Работа более ответственная. На тебя возлагается большая надежда не только, когда у тебя есть только один, например, терапевтический участок, а большое количество населения. Наше отделение обслуживает порядка 20 тысяч населения. Каждый человек с любой просьбой, кого-то что-то, может быть, не устраивало, либо может не попасть к своему доктору, есть свободные участки, в любое время рабочего дня может обратиться ко мне за помощью. Стараемся пойти всем на уступки какие-то, может быть, даже поблажки, чтобы все были удовлетворены нашей работой. Профессия мне очень нравится. Помогать людям, мне кажется, это призвание каждого человека. В медицине это, наверное, на стопроцентная отдача видна от людей, когда ты им помогаешь. Профессию доктора Татьяна Семенова выбрала по велению судьбы. Ее мама тоже медик. Работает врачом, акушером, гинекологом Лицкой центральной районной больницы. Ее пример и стал определяющим в профессиональном выборе. Если призванием Татьяны Семенова обязана маме, то вот имя Татьяна – заслуга папы. Имя выбрал, так скажем, случайно мой папа. Я родилась в конце апреля, 26-го числа. Мама очень хотела назвать меня Снежанна. Пока папа дошел до ЗАГСа, я родилась в городе Гродно, кстати, пока он дошел от ЗАГСа, от общежития, где мы жили, он имя это благополучно забыл. Регистрировали две девушки в ЗАГСе. Одна регистратор была с именем Татьяны, второй Наталья. Так как Наталья в семье уже у нас были, папа решил, что буду я Танюшей. Вот так меня назвал. Пришел, принес медаль такую круглую, большую, золотую. Ну и так меня назвали Татьяна. Имя хорошее, мне нравится. Татьяна – твердое и сильное имя. Уверена, старший инспектор группы кадров отдела внутренних дел Лицкого райисполкома Татьяна Борисевич. Поэтому и выбрала для себя профессию стража порядка. Окончив в 2011 году Академию Министерства внутренних дел, Татьяна Борисевич в звании лейтенанта милиции была направлена на службу в Лиду. В выборе своей будущей профессии я в первую очередь руководствовалась своими чертами характера. И именно, наверное, моя уверенность и целеустремленность подтолкнули меня сделать выбор в пользу службы в органах внутренних дел. Об этом я ни разу не пожалела. В настоящее время я прохожу службу в группе кадров Лицкого РОВД. Хотя когда-то я начинала свою служебную деятельность в 2011 году в уголовном розыске. Там я непосредственно познакомилась с оперативной работой и розыском лиц различной категории. Но сегодня передо мной стоит не менее важная задача. Я работаю с личным составом и принимаю на службу в Лицком РОВД. Должность старшего инспектора группы кадров отдела внутренних дел обязывает Татьяну Борисевич знать все обо всех его сотрудниках. А их в Лицком РОВД более 320. Майор милиции Татьяна Борисевич с этой задачей весьма успешно справляется. Тем самым подтверждая, что не зря носит сильное и уверенное имя Татьяна. Которое, кстати, ей по душе. Зачастую я даже нахожу в себе черты, которые характеризуют мое имя. И плюс, как всему, у меня есть дополнительный праздник, в отличие от некоторых женщин, девушек. Это Татьянин день. Этот праздник я с удовольствием праздную и принимаю поздравления. Многочисленные поздравления принимала сегодня и еще одна виновница торжества. Учитель начальных классов Лицкой гимназии Татьяна Северюхина. Татьяна Вячеславовна, она слышит в свой адрес каждый день на протяжении 20 лет. За эти годы она выпустила из-под своего крыла сотни учеников. Сегодня в ее первом В-классе 23 школьника. Проводить каждого в мир знаний и привить лучшие человеческие качества – задача педагога. Педагог – это не просто работа. Это сложный и ответственный выбор. Это стиль и образ жизни. Каждый педагог должен понимать, слушать и слышать детей. Татьяна Северюхина не только уважаемый педагог, но и активистка, артистка и телеведущая. Совмещать все и сразу, говорит Татьяна Вячеславовна, сложно, но возможно, если занимаешься любимым делом. Мой девиз – делай то, что любишь, и люби то, что делаешь. Конечно же, основная моя сфера деятельности – это образование. Но, тем не менее, я нахожу время для того, чтобы радовать людей песнями, выступать на сцене и участвовать в съемках программы «Утро с нами». Я очень надеюсь, что дарю людям хорошее настроение и им все очень нравится. Сегодня взрослых Татьян наличие не сотни. А вот маленьких Танюш не так уж и много. В прошлом году в нашем регионе была зарегистрирована только одна девочка с таким именем. В то время как самыми популярными были имена София, Александра, Арина, Дарья, Анна, Ксения и Полина. В 2021-м Татьяной и вовсе никого не назвали. Аналогичная ситуация пока и в этом году. Поэтому, если есть желание назвать свою дочь редким именем, смело выбирайте имя Татьяна. А праздник «Татьянин день» станет приятным дополнением к нему. Продолжение следует...